В республике создают условия для лечения беременных женщин с симптомами коронавируса, если вдруг такое случится. Изолированный стационар подготовили в третьем акушерском отделении Чубаксарской клинической больницы. На входе в акушерское отделение острожайший санитарный фильтр. Без защитного костюма и маски сюда не пройдешь. Рекомендации от врачей – обрабатывать руки антисептиком. Ну что, рассказывайте. У нас здесь прием пациентов с явлением ОРВ и с температурой ниже 38,5 градусов, а пациентки с подозрением на коронавирус и с температурой выше 38,5 у нас принимаются через другой приемный покой. То есть у нас потоки здесь изолированы. Главное – не допустить даже малейшего контакта с инфицированным пациентом. Будут изолированы не только палаты, но и родильный зал. Если мы будем подтверждать коронавирусную инфекцию, у нас ребенок сразу берется и изолируется в ту комнату. Новорожденных, если это понадобится, поместят в кувезы. В инкубационные блоки для малышей подают кислород. Это нормальная наша мощность на 3-4 недели кислорода. То есть у нас на сегодняшний день здесь кислородоснабжение двумя источниками уже организованных. И на сегодняшний день у нас есть кислородная проводка, она подведена до 12 точек. Для рожениц подготовили аппараты искусственной вентиляции легких и необходимый запас пендикаментов. Акушерское отделение номер 3 перепрофилировано для приема инфицированных пациенток со всей республики. Скорая анамнез все равно соберет, посмотрит клинически и сделает свой вывод. Если есть подозрение или температура очень высокая, она привезет в тот приемный покой, который предназначен для приема таких пациентов. Там есть все необходимые условия. Палата выделена, отдельный пост, есть санитарная комната, процедурная. Сейчас в условиях режима повышенной готовности крайне важно не допустить того, чтобы поликлиники и больницы стали зоной риска. Ситуация может выйти из-под контроля в любой момент из-за нарушения правил карантина. Олег Николаев отметил, что следить за теми, кто должен соблюдать самоизоляцию, в республике будут и при помощи специальной системы. Систему электронного надзора по мобильным телефонам вчера его окончательно запустили уже в действие. И с сегодняшнего дня все новые люди, которые так или иначе будут находиться под медицинским наблюдением, их местонахождение будет автоматически определяться через мобильный телефон. В случае нарушения этими людьми карантинных мер, конечно же, мы будем к ним применять меры административного наказания. Пока инфекционные стационары республики справляются с нагрузкой. В Рио главы региона отметил, что если понадобятся, то изолированные места для пациентов с симптомами коронавируса развернуты в других больницах. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика.